Принять участие в президентских выборах 2018 года на свой избирательный участок, расположенный в шестой школе, одним из первых прибыл глава Славянского района Роман Синеговский. Изъявить свою гражданскую позицию глава района пришел вместе со всей своей семьей. Потому что для каждого из них выборы президента – это выбор будущего. Это очень важное политическое событие. Мы к этому год готовились. Сколько об этом было сказано. Потому что мы выбираем руководителя нашей страны. Мы выбираем будущее для себя, для наших детей, для всех нас на будущие шесть лет. Поэтому я считаю это очень важно. Мы еще вчера договорились с женой, с сыном, что обязательно придем все вместе, проголосуем. Праздник сегодня. Поэтому я надеюсь, что все пройдет замечательно, благополучно и для нашей малой родины, и в целом для нашей великой страны. Право принимать участие в выборах граждане нашей страны приобретают с наступлением с вершинолетия, то есть по достижению 18 лет. Для того, чтобы повышать электронную активность молодежи в преддверии важных политических событий, с ней проводят большую работу. Парни и девушки участвуют в дебатах, интеллектуальных играх на знание выборного законодательства. Все это дает свои плоды. Молодежь активно идет на избирательные участки. Я считаю, что важно каждому выразить свою гражданскую позицию, участвовать в дальнейшем будущем страны, то есть выбирать президента, который будет обустраивать дальнейшую нашу жизнь. Для Виктории Макеевой эти выборы первые в ее жизни, потому по давней традиции ей был вручен памятный подарок и выражена благодарность за активную жизненную позицию. Участок номер 4221, расположенный в детском саду номер 4, еще совсем молод. Несмотря на это, избирателей на нем много. В числе тех, кто пришел выполнить свой гражданский долг – Александр Грипич. Заслуженный мастер спорта России, победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион России по легкой атлетике. На свой избирательный участок он пришел в хорошем расположении духа, ведь выборы президента страны – это важное событие, которое определит вектор ее развития на ближайшие шесть лет. Александр, как спортсмен, хорошо понимает важность выбора грамотного лидера. Ведь, как показали последние события с участием наших спортсменов в Олимпиаде, политика в спорте сегодня имеет большое значение. Как говорил Джеймс Брэдок, когда все плохо, я должен верить, что могу это изменить. Я верю в то, что это изменится. Выборы – это одно из важнейших событий в стране. Я, как гражданин этой страны, тоже принимаю участие. Здесь неважно, спортсмен или кто-то еще, другие профессии. Неважно, это гражданская позиция жителя страны. Участвовать в выборах – это наше право, наш долг. К тому же, для молодых избирателей участие в выборах президента 18 марта дает шанс стать участником акции и выиграть модный гаджет. Если вам еще не 36 лет, то побороться за право стать обладателем айфона или опада не так сложно. Нужно прийти на свой избирательный участок, проголосовать, сделать селфи в специальной фоторамке и выложить его в любимую социальную сеть с хэштегом «Голосовач23». Не знаю, как вы, а мы с Александром точно это сделаем. Розыгрыш проводит редакция газеты «Кубанские новости». Победителей будут определять во всех районах края по количеству лайков, которые соберут их фотографии. За всем происходящим на участке пристально следят наблюдатели. Помимо них, за порядком в помещении для голосования на этом и других участках района бесстрастно наблюдают цифровые видеокамеры. Их установка – одно из мероприятий, направленных на предотвращение фальсификаций на выборах. Впервые видеонаблюдения использовали в России на президентских выборах 2012 года. Изображение с этих камер может увидеть каждый желающий. Для этого Ростелеком запустил портал «Нашвыбор2018.рф», с помощью которого жители из любых регионов России могут наблюдать за ходом выборов. Для просмотра видео на портале пользователю не требуется регистрация. Достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться. Мария Климова, Александр Косицын. Специальный выпуск. Выборы 2018.